Всем привет! Это новый влог на моём канале. Мы сейчас с Давидом пришли на площадку, и что я хотела сказать. Короче, у нас такая погода интересная. Вчера было солнышко, но солнце так сильно пекло, и не было ветра, и было жарко. Так, что сейчас, наоборот, сейчас очень холодный ветер, но при этом светит солнышко, и при этом я замерзаю. Вот, и ещё хотела поделиться. Мы же купили, ну, у нас теперь две машины, две Вольво. Одна чёрная, другая серая. И, в общем, прикол в том, что я изначально хотела себе оставить чёрную машину, потому что я уже к ней привыкла, мне уже как бы всё нравится в ней. И в ней как бы она типа как в максимальной комплектации, а Вольво, которая у нас серая, она не в максимальной комплектации. Там нет подогрева сидений, это очень печально. Ну, короче, всяких минусов много, которые, как бы, в принципе, не мешают жить, но зимой как бы это. И, в общем, суть проблемы в том, что сейчас лето, и в чёрной машине очень жарко. Я даже заметила, я сажусь сейчас в серую машину, она не такая жаркая, в ней не так жарко, а в чёрной прям, ну, прям вообще как парилка. Я думаю, наверное, я летом буду ездить на серой машине, а зимой на чёрной. Короче, мы с Давидом пошли с новой коляской в Омур. Я специально взяла коляску, во-первых, чтобы проверить, как она едет, а во-вторых, чтобы не покупать много ничего, потому что, ну, мне нужно только рубашку купить, и всё для родов. Потому что всё, что я вчера купила, не подходит мне по размеру, и мне нужно купить только рубашку, и всё. Вот, и я решила проверить, как эта коляска едет. Вот, посадила Давида и свой рюкзак тяжёлый. Я одной рукой очень легко управляю ей. Это такой кайф, ребята. Не жалейте денег на хорошую коляску, реально. Она вот очень легко с Давидом. Вообще, я кайфую. Я нисколько не пожалела, что её купила, реально. Давиду, короче, стало скучно сидеть, и он решил прилечь. Мы его перевернули ко мне лицом, и всё. И он теперь лежит. Молодец, да, Давид? Что такое? Что такое, мама? Вот сейчас лето наступит. Короче, так как мне ничего не подходит, из того, что у меня есть, мне пришлось всё-таки съездить и купить себе отдельно одежду. В роддом. Такое прикольное платье. Оно из такой ткани, тянущейся. Вот, по-моему, на 8 долларов всего стоило. Я, конечно, пухленькая, но это всё вода. Это всё вода. Это не я ей. Это не я ем. Да с Давидом я тоже, короче, толстая. Кстати, такой симпатичный мне платьится. Типа как сорочка, но я его одену. Может быть, после родов ещё дома поношу какое-то время. Я, кстати, размер XL мерила, а он не огроменный. Вот. Так что ещё немножко. И всё. Вот такое, короче, заказала. Ой, в Walmart взяла. Вот, похожу родом и днём. Я ещё взяла, короче, себе такой халат, потому что мне ни на день халат на мне не сходится домашний, который. Вот. Да! Ну, этот, в принципе, тоже, походу, не сходится. А, нет, этот хотя бы сходится. Вот, даже если что. Оф, ты его доходу дома. Ну, то есть вот здесь прям. Я его взяла. И я пойду в нём. В роддом. Ну, в смысле, пусть будет. Лишним не будет, мне кажется. Я уже, я просто не знаю, что брать. Ну, мне дали какой-то список, что брать с собой. Вот, типа, если хотите, возьмите что-то своё. Я взяла такой халат, потому что реально, блин, ну реально, ну что это? Такой животол огроменный. Вот. Так что... А, Сита, блин, как? В общем, вот. Ну, мне понравилось вот это вот серенькое платьице. Я, наконец-то, собираю свою сумку в роддом, а точнее, чемодан. Как таковых правил особо нету. И мне дали небольшой кратенький список того, что, в принципе, лучше было бы взять. Но если я вдруг приеду без всего, то, конечно же, мне всё выдадут. В одном отделении чемодана я собираю разные вещи для малыша. Это памперсы, пелёночки, тёплый комбинезон, не очень тёплый комбинезон, рубашечку, длинным рукавом с коротким. Потому что я не знаю, какая будет погода, когда мы будем выписываться. Я решила взять всего побольше. Ну, и, конечно же, памперсы. И я ещё возьму с собой банные принадлежности. Я взяла такие одноразовые баночки, гель для душа, там полоскалка для рта, зубная паста, крема, на всякий случай такое. И я взяла с собой немного снеков, если вдруг я проголодаюсь. Ну, а себе я взяла только две рубашки, халат и ещё забыла тапочки положить. Субтитры сделал DimaTorzok